Здравствуйте, дорогие мои друзья! Здравствуйте, подписчики, слушатели, случайные гости моего канала. Я вас всех приветствую. На связи Кузнецов Дмитрий, автор, родоначальник того самого канала, на котором вы находитесь. Я думаю, все-таки настало время появиться у меня перед вами вот в таком формате. Число подписчиков у нас уже приближается к серьезной, круглой цифре. И меня это очень радует. Миллионы просмотров. Сам, если честно, не ожидал. Завел канал в виде развлечения. Ну, что случилось, то случилось. Видимо, эта тема действительно очень волнует многих. И, скажу так, не целясь, попал в яблочко. Но все же. Первое, что я хочу сегодня вам сказать, это все-таки прощусь, я, наверное, к тем самым авторам дизлайков. Друзья, я никакой злобы к вам не испытываю. Точно так же, как я не испытываю никакой злобы. Может быть, многим так кажется. На самом деле, это все, скажем так, некий какой-то мой артистический вклад в ситуацию. Никакой злобы я к коллекторам не испытываю. Это их выбор. Максимум, что может со мной происходить. Немного там пульс учащается, когда я с ними разговариваю. И все на этом. Это ваш выбор, друзья, коллекторы и их сподвижники. Это ваш выбор, дорогие мои. Вы выбрали эту, как вы уже поняли, мерзкую работу. Ну, работайте, работайте, зарабатывайте свои жалкие копейки и ничем не рискуйте. Вы тоже ничем не рискуете, кроме своих нервов. Кроме своих нервов. Естественно, на Ютубе очень много, кроме меня, ребят, которые делают нечто похожее. Тот же Вальнов и так далее. И тому подобное. Я сразу скажу, я Вальнова знать не знаю, видеть не видел и отношусь к нему с осторожностью. Потому что человек делает ну, все подряд. Нету темы, но я его за это не критикую, не ругаю и не осуждаю. Просто констатирую факт. Я к нему отношусь с осторожностью с точки зрения его моральных устоев. Хотя я понимаю, что там тоже чистой воды артистизм и игра на психологическом настроении собеседника. Не больше и не меньше. В моем случае все связано с чисто моей профессиональной деятельностью. И я сейчас хочу для тех, кто пишет мне нечто адвокат, напиши там какой-то в реестрах адвокатов. Итак, я не адвокат, дорогие мои. Просто у меня есть юридическая основа, знания, образование. В свое время я занимался таможенным правом и по роду, собственно говоря, происходящего вокруг меня. Мне пришлось переквалифицироваться. Это отдельная история. Я назову так. Я кредитный юрист и организовал один из крупнейших юридических операторов. То есть я возглавляю организацию, которая является достаточно крупным юридическим оператором. Оператором юридических услуг. И работаем мы исключительно в формате кредитных отношений. Ну, во всяком случае, стараемся это делать. Отсюда вот такая, собственно говоря, осведомленность. Что происходит, как происходит, я действительно знаю лично руководителей не многих, но некоторых коллекторских агентств. Я лично в формате чуть ли не дружеских отношений общаюсь с руководителями банковских подразделений. Причем это не простые клерки, а уровень достаточно серьезного кожаного кресла. И банк Москвы, и даже Сбербанк. Здесь региональный офис. Очень хороший товарищ у меня есть. Ну, и собственно говоря, что мне нужно, то я, в принципе, и узнаю, и получаю информацию, и так далее, и тому подобное. Ну, и в этой связи я абсолютно компетентно сейчас заявлю то, что я заявлю. Ребят, я же обратился в самом начале к авторам дизлайков, вот этих, к авторам комментариев, не совсем понятных многим, большинству, да, ну, то есть, это может быть один процент из той публики, которые посещают мой канал, но все же значительный процент на фоне того числа людей, которые смотрят. Ну, во-первых, ставьте вы свои дизлайки, как говорится, пиар, он в любом смысле пиар, да, тем самым вы подогреваете только интерес к моему каналу, то, что совсем мне не нравится, я просто удаляю, вот эти ваши комментарии, которые совершенно не вменяемые, сидит специальный человек, также, кроме меня, который ведет этот канал, поэтому не нужно пытаться вставлять какие-то ссылки, компрометирующие работу кредитных юристов, этого всего не появится на моем канале, во-первых, потому что я знаю, что это заведомо ложь, а во-вторых, ну, скажем, я хозяин-барин, своим волевым безапелляционным решением я сейчас объявляю вам, что никакие диверсии в большинстве своих дней пролезут на моем канале. Так вот, хочу вот что сказать. Вот, в первую очередь, пишут к нормальным людям, которые просто не понимают ситуацию, я прощусь, это, конечно же, не коллекторы, а люди, к сожалению, не обосновавшиеся в своей жизненной позиции, не крепившиеся. Почему я делаю выводы такие? Ну, вот эта вот тема относится, которые пишут, типа, взял, нужно отдавать. или еще чего интереснее и смешнее, благодаря таким людям, которые не отдают, растут проценты. Ребят, скажу одно, не смешите, не смешите вокруг себя, не выступайте клоуном. Во-первых, вы не понимаете, что происходит. И вы сейчас, когда пишете вот эту вот ерунду, пользуетесь лишь только той информацией, которую выгодно было вам преподнести тем самым банкира. Доказательства своих слов я вам скажу. То есть, когда начиналась кредитная политика банков, когда банки только-только начинали раздавать деньги, я не знаю, я первый свой кредит взял где-то году в 2000-м. Может быть, к тому времени уже что-то было, да, но мне тогда тяжело пришлось, то есть, я там в неком Агрокром-кредитбанке брал 30 тысяч рублей, по тем временам это чуть-чуть больше тысячи долларов. Мне понадобилось там привлечь трех поручителей, согласие супругов этих поручителей, естественно, согласие своей супруги, ну, понятно, справки с работы, со всех, то есть, я две недели формировал положительный результат, да, тогда у меня были проценты точно такие же, те же, там, 20 с лишним, 25 процентов, по-моему, годовых, это, я за эти 30 тысяч переплатил, правда, ну, своевременно отдал, но так или иначе. Ребят, проценты всегда были такие, и, почему не зависят проценты от того, берут люди деньги, отдают люди деньги, ну, знаете, почему? Потому что вам дают виртуальные деньги, этих денег в стране не существует. отношения Центробанка и Коммерческого банка это отдельная история, кстати говоря, буду очень в скором времени проводить бесплатные вебинары, длинные, такие, знаете, трехдневные, интенсивные по два часа, вы все, мои подписчики, сможете узнать об этом, я выложу презентацию, и вы сможете подписаться и прийти на эти вебинары, мы там поговорим, как устроена банковская система. А сейчас, скажем так, обобщая ситуацию, я вам скажу, дают людям виртуальные деньги, которых не существует и требуют вернуть настоящие, которые физически невозможно где-то взять честным путем. Банкиры, кстати говоря, это отчетливо понимают и для них эта ситуация практически совершенно ясна. Естественно, эти риски забиты там, где положено им быть. Ну, вот один простой пример, по-моему, на середину 2015 года в виде кредитов в нашей стране было выдано более 17 триллионов рублей. Понимаете цифры? 17 триллионов рублей. Этих денег просто нет, ВВП даже такого нет в нашей стране. Может быть, она близко. То есть, где их взяли? Их выдали в виде каких-то компьютерных цифр, виртуальщины. Понимаете? А требуют вернуть, чтобы мы взяли настоящие купюры и засунули их в терминал либо принесли в кассу. Физически невозможно. Еще раз повторю, банкиры это совершенно отчетливо понимают. И то, что происходит в нашей стране, там буквально в смысле диверсия, да? Ну, диверсия в формате государства. Банк, банковская система это основа государства нашего типа российского, да? И любого даже успешного государства. Везде банки. Но, сейчас хочу сразу подчеркнуть жирной чертой. Я не против банков и банковского бизнеса. Я против беспредела, который вершат вот эти вот банкиры. То есть, я стремлюсь к одной простой цели. Вот какое-то количество людей должно выскочить выскочить вот из того стада, в котором, собственно говоря, организовалось, сгруппировалось большинство граждан нашей страны. Я показываю выход, где он есть. Он совершенно не закрыт, не заперт. Все вот у вас в голове. Хотите, думайте, что вы должны. Сейчас обращаюсь к людям, которые себя поставили в позицию жертвы и толкутся в этом стаде. А хотите, что-то пробуйте. И первое, что я вам порекомендую, перестать смотреть телевизор. Ну, типа, Первый канал, вот это вот МТВ, там, что еще там. Я не знаю, спортивные передачи можно смотреть, может, в каком-то смысле ТНТ, там, СТС, не знаю. Но вот Первый канал, это все лоббированные банками структуры и все направлено на то, чтобы вам внушить одну простую вещь. Вы не правы, вы должны загнать вас в позицию жертвы и гнать вот это стадо в том направлении, в котором выгодно пастуху. Ну, вот, в принципе, в этом формате все. Это вот я в обращении к тем, кто ставит свои, хоть и дизлайки, пишет вот эту чепуху, что надо кредиты отдавать. И вот еще хотелось бы вспомнить, да, мне очень понравилось, кто-то там написал не раз, типа, бумеранг, Дмитрий, тебе все равно придется отдать эти деньги, типа, бумеранг и все такое. Полностью с вами согласен. Но с поправочкой. Бумеранг сто процентов работает. И вот сейчас этот бумеранг в формате возвращения. То есть, не я швырнул этот номеранг, а в свое время банкиры ему швырнули в мою сторону. Сейчас он к ним возвращается. Я возвращаю те деньги, которые я в свое время переплатил банку. Да, я крутился, как шальной, прибавилось седых волос, потраченных нервов, я им отдавал добросовестно, пока не разобрался в ситуации. А когда, как говорится, сунулся и понял, что и как, откуда, как говорится, ноги растут, я просто испугался за самого себя в формате каком, что я подумал, что мне не все нормально с головой, раз я сразу не стал разбираться. Может быть, ну, склад ума такой у меня, не знаю, но вот так вот произошло, я действительно очень-очень крепко задумался и меня теперь не свернут с этого пути. То есть, если мне банк какой-то предложит, а поверьте, при всей моей шикарной, в кавычках, кредитной истории, мне до сих пор приглашают, меня приглашают в банк, звонят, возьмите, я даже приезжал в офис из Ситибанка, там какой-то паренек при мне, значит, проверил мою кредитную историю у себя на планшете и сказал, все хорошо, и заполнили анкету, я ради хохмы, думал, ничего не произойдет, ровно, он уехал, ровно через 4 часа мне позвонили и сказали, приедь, забери кредитную карту с лимитом в 350 тысяч, понимаете, да, что банки, это фикторы, в которых голова не знает, куда ноги идут, да, представляете, да, себе, ну, поэтому, если берут, если дают, я беру, я не идиот, как я говорю, от денег отказываться, вот, и поэтому вас всех призываю все-таки, не то, чтобы там, мошенническим путем эти деньги получать, брать, просто перестать трястись, не нужно трястись, бояться и, скажем так, думать то, что вам навязали, о том, о чем вам говорят, включайте мозги, вы же люди нормальные, у вас есть душа, какой-то разум, не забывайте о своих семьях, понимаете, да, и запомните, вот это все ерунда, то, что многие думают, что вот этот вот момент, вот эта высота процентов зависит от неотдачи кредитов, все глупости, денег, этих нет в природе, вот этих кредитных, а вот то, что возвращают, это та самая настоящая купюра, настоящая денежка, которую вам где-то приходится взять, вы не можете ее выдумать, и эта привилегия есть только у банков, поэтому они получают лицензию Центробанка, лицензия Центробанка подразумевает то, в основе своей, что банк имеет право раздавать виртуальные деньги, вот и все, здесь вот так вот, можете мне не верить, готовы со мной поспорить в спорте, я наверняка думаю, что сейчас появится куча комментариев этих вот великолепных банкиров, да, и, ну, конечно же, коллекторов, про коллекторов отдельная история, всем ребята понятно, сейчас обращаются к вам, дорогие друзья, коллекторы, что вы ничего не можете, вот ничего вы не можете, и нет еще, на моей памяти, вот я больше четырех лет именно кредитами занимаюсь, ни в один суд, ни в одно разбирательство не пришел иск, автором которым был бы коллектор, нет, страху много нагоняете, дело свое знаете, но вот здесь-то как раз бумеранг, поверьте, будет работать хорошо, причем, сейчас обращаюсь в большей степени, конечно, не про руководство, руководство это предприниматели, это люди, которые видят гораздо глубже, и бог вам судья, а вот та публика, дорогие мои, которые звонят, вот где вы там в Украине сидите, я сразу говорю, я не разделяю тех комментариев, когда российские какие-то лозунги там Украину ругают, поверьте, я, когда служил в армии, в 93-м году у нас полбатальона было хохлов, пацанов нормальных, действительно, друзья, до сих пор мы переписываемся, но это отдельная история, я политику здесь строгать не буду, вот, я просто обращаюсь к тем, кто вот сидит на этих телефонах, дорогие мои, конечно, вы правильно говорите, конец не положит государство в вашей деятельности, и работа у вас всегда будет, вот сколько будет существовать банки, столько будет существовать коллекторской службой, но лично вы, вы понимаете, что вы творите, это вы ко мне дозвонились и получили по заслугам, и вы недовольны, там, день у вас испорчен, а может быть, вы уже там закалены так, что вам плевать на мои вот эти вот выпады в вашу сторону, но, понятное дело, вы стремитесь поймать человека некомпетентного, бабушку, какого-то, может быть, даже инвалида, человека, неуверенного в себе, я знаю, как вы себя ведете, это нехорошо, это очень плохо, если вот возвращаться вот к этим всем эзотерическим подходам, да, стать тому же гумерангой, вот в этом случае дело грязь для вас. Во-первых, вы нифига не зарабатываете, это раз, теряете в разы больше, это два, с точки зрения потраченного даже времени, собственных амбиций и вообще перспективы в будущем. если вы готовы создать такое же коллекторское агентство и зарабатывать, то, в какой-то степени я отношусь к людям с предпринимательской жилкой с удовольствием, простите с уважением, у вас таких сотая часть, все остальное вот в поисках какой-то работы. Самое главное, идете вы на эту работу, потому что у нас есть внутренние проблемы. Вы с этим, конечно же, не согласитесь. Многие из вас скажут, что вы там великолепные спортсмены, боксеры, штангисты, аквалангисты, и у вас все хорошо с нервами. Нет. Это факт. Вы, дорогие мои, ущербные ребята, и я заявляю это со всей ответственности. Вот стою и глаза вам говорю. Я подтверждаю каждое слово, которое я сказал по телефону вам. Вы ущербны, все в ваших руках. Сходите к психологу, сходите, в конце концов, к психотерапевту, закодируйтесь от этой гадости. Нельзя так себя вести. Понимаете? Большинство людей, хоть и испуганных, хоть и встаде, но это люди. У них есть дети, родные, знакомые, родители. В конце концов, много, что у них ценно в этой жизни есть. А вы это пытаетесь разрушить. Многие из вас просто тупые. Просто тупорылые, как я говорю, овцы, бараны. То, что вот сейчас вы это слушаете и испытываете если злость ко мне, а не задумываетесь, то вот вы именно из той категории. Те, кто задумывается, у вас есть серьезный шанс перестать делать то, что вы делаете. Понимаю, что искоренить вот этим моим обращением в ваши службы не получится, но попытайтесь сами себя спасти от этой гадости. А уже действительно, как я как-то на одном в своем разговоре сказал, что вспомнить-то, когда старше станете. Потому что вы уже в основе своей молодежи, там, 20-25-летней. Будет вам 40 лет, что вы детям своим скажете? Кем ты работаешь? Вымогателем? Звонилкой телефонной? Еще раз повторю, это ваш выбор, а это мое мнение. Я его высказываю вам в глаза. Дорогие, неуважаемые, мой звонящий, коллектор, попрошайки. Ну ладно, вот. Что касается всех остальных, ребят, я вам безмерно благодарен за красивые отзывы, просто за поддержку. Давайте без вульгарщины, давайте не будем материться. Я вот хочу вас об этом попросить. Не могу настаивать, но в комментариях, вот огромная просьба, без матов, спокойно, эмоции, пожалуйста, выкладывайте. Но вот без матов, если можно. Хотя, настаивать не могу. Что касается еще вопросов, спрашивают про деятельность нашей организации. Да, это действительно один из крупнейших юридических операторов. Мы кредитные юристы, мы помогаем людям разобраться в кредитных проблемах. Самое главное, что мы делаем, это действительно людей выводим в такой формат спокойного существования. Они видят, что мы работаем, и они начинают понимать, что дело совершенно не так обстоит, как внутри подносят вот эти взыскачки. Действительно, мы работаем, закрываться не собираемся. Для тех, кому не нравится название моей компании Alliam, кто хочет понять, как оно образовалось у меня в голове, я отвечаю, вот просто взяло и образовалось, приснилось оно мне, честно. Никаких ассоциаций здесь нет. Alliam, вот и все. 2L внутри слова. Кому не нравится наш сайт, www.alliam.ru и кто-то мне пишет, что для юристов должно быть покруче и так далее и тому подобное. Ребята, расслабьтесь и успокойтесь. Достаточно клиентов идет, даже не успеваем. Даже не успеваем. Поэтому заморачиваться на какие-то там мигающие, там супер дорогие, навороченные лейдинги мы не будем. ради того, что вы говорите, вам не кажется. Потому что не все специалисты, специалисты видят в нем какой-то простой подход, может быть, даже дилетантский где-то, но нам все равно. У нас есть своя позиция, у нас есть свой подход к этой ситуации, в этой связи уж извините, извините, голых женщин там нет, и мужиков тоже, поэтому все по теме, все конкретно и, собственно говоря, этот сайт работает. Теперь вопрос по переадресации. Да, эта услуга у нас существует и когда вы видите, слышите, точнее, ролики с переадресацией, ну, это тот самый случай, когда я веселюсь. У меня работает колл-центр, там порядка 8 человек, отвечают на звонки, ну, как правило, они и не отвечают, очень редко бывает, когда вот идет звонок, и они слышат, там у нас срабатывает рингтон, здравствуйте, мы дозвонились в компанию, такую-то, компанию Алиам, сейчас там все операторы заняты, пожалуйста, подождите, время ожидания такое-то, ну, система настроена, и, как правило, коллекторы кладут вообще трубку, услышав только вот этот рингтон. Конечно, бывает робот дозванивается, и, ну, мы тогда вообще, собственно, не реагируем на эти звонки, но если звонят конкретно вот живые люди, то мы, конечно, им отвечаем. Иногда беру трубку я, потому что основной, ну, сим-карта, да, так настроена, и потом, ну, многоканальный подход, да, и сим-карта, естественно, трубка с сим-карты у меня, и я иногда беру сам. Это бывает изредка, если что-то интересное получается, я вам укладываю на ваше обозрение. Вот, как правило, это, ну, в формате рекламы сейчас заявляются все ответственности, ребят, те, кто почему-то решил, что реклама – это плохо. Да, я благодаря своему каналу привлекаю, ну, такую достаточно серьезную очередь клиентов. Люди, многие обращаются к нам благодаря тому, что стали подписчиком нашего канала, слушают эти разговоры, обретают уверенность в том, что все достаточно не так плохо, как им для этого казалось. Да, мой канал – это рекламный продукт. Что в этом плохого? Ну, скажите мне, я не знаю. Кто-то думает, что это может быть какое-то там лицемерие или еще что-то. Ребят, вы, видимо, где-то там застряли в советском времени. Все, что делается, это все делается ради пиара. И вот это вот обращение, это, в принципе, суть пиар-акции какой-то, но объединено в какой-то душевный порыв. Очень хорошо и очень классно, когда человек делает то, что ему нравится, и еще получается это делать. Вот тот самый случай перед вами стоит. Это я. Мне глубоко очень нравится то, что я делаю. Я действительно делаю, уже это не мои слова, да я, в принципе, не стесняюсь, что это хорошее дело, благородное и полезное. И получаю за это неплохие деньги. Кстати, кто там, желает присоединиться, есть отдельный ролик, пожалуйста, можете присоединиться. Если, кстати говоря, кому-то там несвоевременно отвечают, мы приносим свои извинения, потому что с партнерами работаю только я, исключительно я, и у меня не всегда есть время оперативно вам перезвонить по вашей заявке, но я наверняка каждому из вас перезвоню. Тем из вас, кто оставил заявочку у нас на почте. Ну, там есть рекомендованный контент внизу, в конце каждого ролика появляется, кто не видел, можете посмотреть. Сейчас, кстати говоря, уже скоро эта акция заканчивается, партнеров мы понабрали в регионах, и теперь будем смотреть, как они будут развиваться. Вот. Ну, наверное, на этот раз закончу свое обращение, буду делать это регулярно, буду выходить в эфир к вам, собственной персоной, регулярно, комментировать свои действия, работу своей организации. Скажу, кстати говоря, что вот, жаль, но мне, вот лично мне, да, уже что-то коллекторы перестали звонить. Я прям, если честно, расстроился, поэтому, друзья мои, не обессудьте, что-то в последнее время не звонят. Хотя я бы очень был бы рад этому общению выложить вам очередные какие-то шедевры, как вы и говорите. Вот. Ну, вот нет и нет. Ну, хотя я тут всегда останусь с работой в этом отношении, потому что я могу отвечать от имени своих клиентов. Клиенты дают разрешение на это. Поверьте, я не, собственно, самоуправством не занимаюсь. Иногда, если спрашивают клиента мужчину, то я обманываю этих коллекторов и представляю всем этим именем и разговариваю. Еще раз повторюсь, что-то интересное получается, я выкладываю. Те из вас, кто желает на моем канале выложить свои переговоры, пожалуйста, выкладывайте на почту, внизу там под видео будет, да, ну и так скажу, 946-78-36, собакамейл.ру, простая почта, выкладывайте к нам свои ролики, если все нормально, я не обещаю, что все подряд мы выкладываем, ну 90% мы выкладываем, если там мухрю, там какой-нибудь беме, то этого мы делать не будем, мы выкладывать не будем, досырять канал и тратить время наших подписчиков мы не будем, будем выкладывать более или менее интересные подходы. ребята, как вы знаете, уже некоторые отправляют нам ролики свои, мы выкладываем, и вы это слышите. Ну и соответственно, сразу хотелось бы сказать тем людям, кто какие-то картинки просит, ребят, мы не будем заморачиваться ни на какие картинки, вот весь черненький экран, слушайте, и все, а картинки вот эти какие-то там, что-то там, чтобы вам веселее было слушать, не знаю, нет на это времени и желания, кстати говоря. Это что касается технической части, пробежались, рассказал я вам, ну, собственно, что, на связи был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты компании АЛЯМ, следите за моими роликами, эфирами, будет в скором времени приглашение в сентябре на бесплатную серию вебинаров, мы открываем новый сезон, будем проводить, вероятно, каждый месяц вебинары, хорошие, полноценные, которые будут очень многим открывать глаза на происходящие события вокруг них, ну, и у вас будет увеличиваться информационный багаж, заполняться вакуум, который существует у многих людей, и какое-то количество граждан все-таки вырвется из этого стада, и моя цель в части ее будет достигнута, я понимаю, что эволюцию я не совершу, но собрать вокруг себя какую-то хотя бы тысячу благодарных людей, понятно, что в рамках нашей огромной страны это песчинка, да, но все-таки свое дело я делаю, и я надеюсь, вы меня поддержите. До свидания, всего хорошего, счастья, здоровья, финансового благополучия вам и вашим близким. Еще раз на связи был кузнецер Дмитрий, Центр юридической защиты компания «Алям». Пока!